Добавляем растительный глаз. Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал! Всем привет! Сегодня я хочу показать пару рецептов из чесночных стрелок. И как я замораживаю их на зиму. Первый рецепт – стрелки с растительным маслом. Полученную пасту можно намазать на хлебушек, на гренки, добавить в тарталетки, овощное рагу, да и вообще использовать как соус, как приправу, как заправку для различных блюд. Для начала у чесночных стрелок отрезаем соцветие. После промыть и даем время, чтобы вода стекла. Можно также промокнуть полотенцем, чтобы быстрее высохли стрелки. Теперь я блендер нарезала, ну, таким примерно кусочками. И надо теперь чесночные стрелки смолоть. Или в блендере, или в мясорубке можно смолоть вместе с солью. Я сейчас сверху посыпаю примерно. Так все чесночные стрелки пропорционно измолю в блендере. Молим примерно до вот такого состояния. Ну, так и кажется. Такая миска получилась, она вот 3 литра, ну, где-то, наверное, 2,5 литра тут будет. Теперь надо помыть баночки и на пару буду стерилизовать 5 минут. Крышки кипятим. Мне вообще больше всего, вот как мать, меня бесят люди, которые лезут за своими советами. Знаете, вот этих женщин, которые лучше знают, как тебе воспитывать твоего ребенка. Добавляем растительное масло. Но я добавляю на глаз примерно, чтобы, кажется, такая была уже нерассыпчатая. Теперь утрамбовываем в банке, чтобы не оставался воздух. Такая баночка у меня получилась. И сверху надо залить чуть растительным маслом. Закрываем крышкой плотно-плотно и убираем в холодильник. Храним в холодильнике и срок хранения год. Можете также и на свежий хлебушек намазывать. Кому соль не хватает, можете посолить также. И второй вариант. Если любите им повреднее, пожирнее, можно сделать так. Майонез. Можно, конечно, заморочиться и перемешать сначала чесночную стрелку с майонезом отдельно в мисочке, в тарелке. А можно так. Можете положить кусочек огурчика, можно помидорчиком кусочек. Ну и так будет вкусно. Всем приятного аппетита. И мне тоже. Огренки вообще хрустящие. Второй способ и рецепт. Это делаем все то же самое. Но уже полученную массу перекладываем пропорционно по пакетам. И убираем в морозилку. Еще я немножко хочу заморозить чесночные стрелки. Просто разрезала их такими кусочками, брусочками. Укладываем в пакет или в контейнер. И убираем в морозилку. Через пару часов чесночные стрелки ворочаем. И опять в морозилку. Делаем так, чтобы стрелки не замерзли одним большим комком. После, через пару часов, уже пересыпаем стрелки в пакет. В итоге сворачиваем. Их можно добавлять в овощную рагу. Даже в суп можно добавить. Вот такой еще рецепт. Рецепт чесночное масло. Приготовив его, можно употреблять сразу, намазав на хлебушек. Или часть можете убрать в морозилку. Я уже заморозила. Получается, я пищевую пленку сначала положила на контейнер. Массу полученную переложила. И вот она у меня заморозилась. Пятый рецепт. И это то, как я первый раз попробовала чесночные стрелки. Это яичница. Ее мне приготовила мама, когда я еще была подростком. И мне понравилось. Прошло много лет. Я вспомнила про этот рецепт. И задумалась, а что же еще можно приготовить из чесночных стрелок. После этого я начала добавлять стрелки в рагу. Тоже очень вкусно получается. А сейчас рецепт яичницы. Стрелки режем на кусочки. Количество стрелок смотрите сами. Можно вообще, чтобы дно сковородки покрывало. И обжариваем на масле 3 минуты. Растительное или сливочное. Уже дело вкуса. Добавляем яйца. Соль по вкусу. И жарим до готовности. При подаче можно посыпать мелко измельченным укропом. И всем приятного аппетита! Вот такие рецепты чесночных стрелок я знаю. И теперь знаете и вы. Приготовьте и поделитесь своими впечатлениями. Или же своими рецептами. Всех жду в комментариях. И не забудьте поставить класс этому видео. И подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. На этом все. Всем пока-пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok